Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи актер, продюсер Андрис Лелайс. Здравствуйте. Лабден, Анна. Лабден, Вадим. Да, Лабден. Добрый день. Мы также призываем наших радиослушателей и звонить нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И пишите нам в WhatsApp и задавайте свои вопросы нашему гостю 230-6191. Да, и можно нам звонить также из-за рубежа. Код Латвии плюс 371. Так что присоединяйтесь. Да, и хотела вас спросить вначале, как, в первую очередь, как гражданина Латвии, потому что на протяжении уже долгого времени мы обсуждаем те события, которые происходят в Республике Беларусь. На ваш взгляд, реакция со стороны балтийских стран на происходящее в Беларуси уместна ли она и как вы ее оцениваете? Вы имеете в виду, не слишком ли она резкая или не слишком ли она тихая? Какую оценку вы могли бы дать тому, как отреагировала Латвия, ну и другие страны Балтии, но в частности Латвия? То, что я вижу, я хочу еще раз напомнить, что сейчас я нахожусь в Москве, то, что я вижу из Москвы, мне кажется, что как раз страны Балтии и Латвии ведут себя вполне адекватно и поддерживают Беларусь, как они могут. Могут. И показывает, мне кажется, пример Евросоюза. Ну вот сбывается то, о чем мы всегда говорили, народы Балтии в отношении России. Мы предупреждали, что Россия нацелена на восстановление бывшего Советского Союза или имеет имперские планы, которые никогда не ослабевали. И в начале, когда мы вступили в Евросоюз, там в 2004-2005 году смеялись и нас как-то принижали, то после событий в Украине 2014 года, ну там в Грузии 2008 года, и сейчас я вижу, что Евросоюз постепенно, постепенно понимает о том, о чем предупреждают ближайшие соседи России, Латвия, Литва, Эстония, Польша, что Россия перманентно настроена на экспансию, и она себя находит только в поиске новой идеи мессианской. Ну вот мы сейчас видим, скажем, робкие попытки это совершить в Белоруссии. Слава Богу, не происходит украинского сценария с отторжением территории и поднятием восстаний в отдельных регионах, но все равно мы видим очень большое влияние России, которое ведет гибридную поддержку, вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Ну так и Латвия, да. Я считаю, что Латвия здесь, ну, президент Левиц очень ясно выразил позицию государства, как глава государства в своем обращении к открытии осенней сессии Сейма, и призвал поддержать Белоруссию и морально, и материально, в том смысле, что обеспечить лечение пострадавших, открыть границы, принять тех людей, которые хотят перевести свои бизнесы, открыть учебные заведения, программы. Мне кажется, что это очень достойно, и всячески я могу выразить сожаление, почему Россия не поступает в том же духе, почему Россия не оказывает помощь юридическую пострадавшим и тем, которые находятся в тюрьмах, почему медицинскую помощь не оказывает тем, которые серьезно увечья получили, почему не открывают программу обучения белорусов здесь, в Москве и в России. Так что мне кажется, что страны Балтии в данном случае показывают положительный пример всему Евросоюзу и России в том числе. Но так ли Латвия, на ваш взгляд, предупреждала Евросоюз до этого? Потому что мы ведь могли видеть, что Лукашенко был у власти 26 лет, да, и судя по всему, выборы также были фальсифицированы, если посмотреть на этот большой, довольно большой срок и отношение к Александру Лукашенко. Народ не восставал, ну, по крайней мере, в Беларуси мы не видели таких восстаний, но наш латвийский премьер, он встречался с Александром Лукашенко буквально недавно, да и вообще встречи проходили, они довольно доброжелательные и регулярно с латвийскими политиками. Ну, Латвия же здесь не выступала вразрез с политикой Евросоюза. Евросоюз, насколько я знаю, ни одни последние выборы Лукашенко сначала не признавал, а потом все-таки каким-то образом с ним взаимодействовал. Ну, и Латвия, поскольку является транзитной страной, не знаю, Латгалия вообще это бывшая Витебская область, если мы говорим о Российской империи. Наша Латгалия, мне вообще кажется, это такая своеобразная Беларусь в составе большой России. Поэтому, ну, нормально, это же политика, понимаете. Вчера казалось возможным одно, сегодня кажется невозможным. Не знаю, насколько своевременным, скажем, отзыв чемпионата мира, который должен по хоккею, который должен произойти в следующем году только, насколько своевременно его сегодня отзывать. Но думать об этом надо, потому что если политика террора со стороны властей Беларуси будет продолжаться к собственному народу, ну, естественно, ни о каком чемпионате мира, мне кажется, не может идти речи. Другое дело, что Латвия должна выступать за то, чтобы построить еще один ледовый дворец и провести весь чемпионат в Риге, а не делить с кем-то. Вот это мне хотелось бы. Не видите ли вы все-таки определенный цинизм в этом, учитывая, что тогда вот мы вроде как дружили и были доброжелательны, а вот сейчас, поскольку такая ситуация, это все. Хотя то же самое все было на протяжении 26 лет, только вот народ не выходил на улицы, конечно. Анна, беспредельный цилизм властей в первую очередь я хотел бы отметить по отношению к собственному народу. Это что касается непонятного налога на электричество в форме ОИК, как вы знаете, да, вы счет за электричество получаете не только за электричество, но и за провода, и абонентскую плату. То есть, если мне за Юрмала надо платить электричество, я там два месяца в году живу, то мне надо еще за 10 месяцев платить за то, что меня там нет. Это, кажется, потом, если мы вспомним налог на единственное жилище, которое пытаются увеличить или, по крайней мере, его никак не ограничить, то тоже. Поэтому это циничная, да, двойственная политика. Ну, что же поделаешь. Мне кажется, Беларусь показывает прекрасный пример не только России и самой себе, но она показывает Европе, как люди должны отстаивать свои интересы, как они должны организовываться в горизонтальных связях. И вы знаете, если мы думаем, что мы отсидимся, я имею в виду Европу, мы не отсидимся, мы видим пример того, как люди в чудовищных условиях не боятся выйти на улицу, показать свою политику. Я думаю, в Латвии устроит какой-то большой праздник песни и выразит в красивой форме, с цветами, с песнями, с флагами свои отношения к действующей власти. Потому что она не сладкая, эта власть. Если мы посмотрим количество бедных или живущих ниже прожиточного минимума в Латвии, в Риге особенно, то мы тоже ничего хорошего не найдем. И демографическая политика, которая у нас засунута вообще, я не знаю, в дальний угол. Ну да, тоже президент сказал, да, мы должны семейную политику поставить во главу угла, но мы должны в первую очередь как-то размножаться, понимаете, и не отпускать детей своих на заработки по всей большой Европе и миру. Поэтому, да, политика, она цинична. Политики имеют разные выгоды. Он сегодня имеет выгоду, когда фотографируется с флагом и дарит майку, ну а завтра он имеет политическую выгоду, когда он выступает против этого же человека, понимаете. Ну такая политика. Ну мы должны быть трезвые, нормальные. Ну я смотрю, все-таки у вас не так плохо. У вас красивый стол, чистое помещение. Вы хорошо выглядите, улыбаетесь. Вот Вадим там, как говорят, барбарно улыбается в параде. Да, я из отпуска как раз вышел, поэтому воспринимаю реальность. Еще несколько, так скажем, отдохнувшим смотрю на все пока еще. Слава богу, видите. Конечно, ситуация в Белоруссии зашла в какой-то, как сказать, металлспил, я так вижу. Сейчас пока, ну такая равновесие я вижу политическое. Мне жалко, что Тихановская должна выступать в Европарламенте безрезультатно. Конечно, это печально, это свидетельствует о каком-то глубоком внутреннем кризисе, непонимании основных принципов демократии и каких-то справедливостей, не зная законности. Ну что же, мы знаем, что там Кипр выступает против этого. Это не потому, что Кипр за Лукашенко. Просто Кипр пытается под это цинично протолкать свои интересы против Турции. Ну что же, а Кипр, Кипр, в принципе, это кошелек России большой, финансовый. Поэтому министр иностранных дел России Лавров слетал туда две или сколько недель назад. Ну вот, Кипр выступил против единого решения. Так что посмотрим. Но последствия будут, последствия будут, понимаете. И я вижу, что последствия будут долговременные. Они будут не только касательно Белоруссии, они будут касательно России, к сожалению. Ну и как мы уже подчеркнули в предыдущей беседе, неделю, по-моему, назад, что надо признать, что ситуация в Белоруссии не решится в Минске. Она решится в Москве, может быть, путем переговоров с Германией. Не знаю, может быть, она повиснет до новых выборов в Соединенных Штатах Америки, когда то ли переизберут Трампа, то ли придут демократы, которые, может быть, придадут новый импульс этим всем процессам. Поэтому внутри силы, я вижу, что они иссякли внутри Белоруссии. Ну, статус-кво мы видим, что адвокат Кац Максим, да, по-моему, голодает. Колесникову продлевает арест. Мы видим ее только в видеосвязи. Ну, остальные находятся, как говорят, в эмиграции. Ну, пока не ясно. Да, вот я все-таки хотел вернуться к Латвии, потому что, с одной стороны, у нас вроде как все неплохо, несмотря на те проблемы, которые есть. Но, с другой стороны, ведь убийство Павла Рябинка, которое произошло, он просто шокирует, потому что, если посчитать, как его убивали, это человек, который был приближен к латвийской элите. Это убийство, несмотря на то, что полиция осторожно говорит, что это возможно, ограбление, все-таки там и людей пытали, и убивали его жестоко, и так далее. И, в общем, и у нас не все так благостно как-то получается. Нет, конечно, естественно. Вспомним убийство Бункуса, да, адвоката, которое произошло из танкового пулемета, из колбы проезжающей машины, да, когда он поврезался в ограду кладбища. Но тоже такое символичное убийство. Ну, вы знаете, я вам честно скажу, что, конечно, наверное, политический эстеблишмент расстроен этим, и это вызывает отторепь. Но я не думаю, что народ выйдет в демонстрацию, в поддержку людей, которые снимают сливки с финансовых структур и махинаций. Потому что, если мы посмотрим глубже, то это все следствие тех банков, которые у нас были, которые рушились, которые потом, например, Раймонд Паулс потерял 800 тысяч евро в Крайбанке, а администратор заработал потом на этом несколько миллионов. Понимаете, ну вот скажите мне, я как слушатель, за кого должен болеть? За Раймонда Паулса или за пострадавшего администратора? Поэтому эти люди знают, куда они идут. Большие деньги всегда связаны с риском, особенно, что это всякие финансовые пирамиды или быстрые кредиты и так далее. Я вообще, честно вам хочу сказать, что такого, ну вот мы говорим про Белоруссию, но если говорить про Латвию, такого беспредела административного хамства я редко где видел. Ну вот, например, я ехал по дороге, там, оказывается, был населенный пункт, это под Ялгово. Думал, что я ехал 90 километров в час, оказалось, что я превысил на 40 километров. Но меня остановили на выезде, дали штраф 160 евро. Я на машине год не был в Латвии, и оказывается, что у меня заблокировали карту, уже штраф не 160, но в принципе, хорошо, ладно, формально, может быть, я был виноват. Но он же 310 евро, и я был там, возвал некий в этом ГАИ, понимаете, но таких откормленных Боровых самодовольных я видел только в фильмах. Но это такая узаконенная мафия, когда вся эта дорожная полиция работает совместно с адвокатами, ну они же ничего не производят. А человек, который зарабатывает, должен уже в 10 раз больше в течение какого-то времени. Тем более, сейчас приняли закон, что оказывается, уже через месяц или через два наступают эти санкции, которые удваивают, утраивают. Но вот это, я считаю, тихое выдавливание людей из Латвии. В каком смысле? В том смысле, что люди залезают потом в микрокредит, чтобы отдать долги, потом они не могут отдать, потом они все бросают, уезжают в Англию, чтобы заработать, чтобы отдать кредит кому? Ну вот, тем людям, которых потом убивают и пытают дома. Его же не на улице, он же не сидел у рынка, не просил милостыню. Простите меня, я не выражаю садизм, я просто констатирую факт, что если ты имеешь дома латыш, сколько ему лет было, которого убил? 40 лет. Ну в 40 лет. Если человек в 40 лет стал миллионером, непонятно на чем. Ну хорошо, но он же не изобрел электронную программу, он занимался какими-то финансами. Но он адвокат. Если его потом пытают, то ли за то, что он делал, то ли за то, что у него было, ну он должен думать, куда он попал. Это ему так кажется, что все хорошо и так далее. Нет, значит он залез в какие-то чужие деньги или... Ну я так это вижу. Но это ведь все-таки свидетельствует о том, что Латвия страна далекая от тогда демократии, потому что что плохого в том, что адвокат заработал большие деньги. Возьмем Британию или Германию или Америку, там адвокаты. Это богатые люди, абсолютно официально это не значит, что они что-то там украли. Ну вот Вадим, вы занимаетесь журналистикой. Если бы вы работали бы в Англии или там в другом месте, я думаю, вы бы не думали о том, как выйти по нулям. На самоокупаемость. Я бы там зарабатывал больше, конечно, чем здесь. Да, да. Ну вот и вся разница, понимаете. Сегодня латвийские школы не могут учителей набрать. Ни за большие, ни за малые деньги. Ну значит что-то в датском королевстве... Значит с консерваторией надо что-то поправить. Ну в датском вроде говорят неплохо. Ну в датском, да. Поэтому, ну будем реалистами. Есть явный террор на улицах, когда тебя за то, что ты вышел с национальным флагом ловят, избивают, пытают, арестовывают. А есть такой ползучий, который тебя заставляет все глубже и глубже погрузиться в какую-то безысходность. Ну и слава богу, есть люди, которые шевелятся и ищут пути. И они есть, их можно найти. Но мне кажется, что Латвия живет не целостным каким-то латвийской идеей, а каждый живет каким-то сиюминутным проектом. Больше всего это отразилось на столетие празднований Латвии, когда какие-то большие, огромные гранты ушли, как говорят, налево-направо, вверх-вниз. Но вот такой целостной, как бы, концептуальной идеей дальнейшего развития нашей страны так и не родилось. Ну, это мое такое ощущение. Да, у нас есть звонок. Примем его. Да, мы слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Знаете, я вот удивляюсь вашим рассуждениям, с одной и с другой стороны, по поводу демократии в Латвии. По какому причине? Ведь, по сути дела, 30 лет назад общество, да, ступило на капиталистический путь развития. И первый капитал, да, основной, который люди приобретают, они могут приобрести, вернее, могли приобрести только бандитским способом. И мы, так сказать, вот это все расклевываем, пока первое поколение не вымрет, понимаете? Да, вопрос задавайте, Олег, чтобы Андрей смог ответить. Понимаете, он же накоплен абсолютно, ну, бесправно. И все. Да, спасибо. Расхлебывал еще вот этот, так сказать, 90-е годы. Я считаю, что самая большая несправедливость, которая была оказана, которая коснулась моей семьи, это была тотальная реприватизация или, ну, возвращение обратно собственности малопонятным родственникам в третьем поколении. Или там во втором и так далее. Ну, вот вся эта собственность мы видим, как могли те люди, которые ее получили, распорядиться в Риге. Ну, давайте будем честными, центр Риги оставляет довольно грустное впечатление, потому что дома пустые, их отремонтировать невозможно, спор каких-то собственников и так далее, и так далее. Это самый центр Риги, это самые красивые места какие-то. Если их в 20-й раз кто-то не купил, не перекупил, не сделал гостиницу там или какой-то торговый центр или что, все остальное, вот, то, что касается людей, в очень плачевном состоянии. Также вот и мы оказались, мы жили в прекрасной квартире на улице Мера с матерью и сестрой, и вот мать умерла, естественно, квартира отошла. Последние 20 лет она жила вообще, отключили горячую воду, отопление, надо было печь топить и так далее. Ну, латыши пострадали, те, которые жили, понимаете, от собственного, как бы, романтизма. Вот это, мне кажется, самая большая несправедливость. А кто там у кого что украл, что приватизировал, ну, тоже это со временем как-то, не знаю, я не вижу новую латвийскую буржуазию, которая, скажем, наработав перевычный капитал, могла бы как-то легализовать во втором-третьем поколении. Ну, кто у нас там, Шейлы? Я говорю про латышскую. Его свои съедает землей Лемберг, враг номер один, потом там был администр транспорта, который плакал. Шлессерс. Да, Шлессерс тоже как-то, ну, вот, понимаете, поэтому миф о великой латвийской буржуазии, мне кажется, сильно преувеличен. А что касается латышских актеров, потому что я вот плавно перешел к этой теме, я смотрю сейчас сериал «Игра на выживание», обнаружил там абсолютно случайно, потому что там одна из актрис, она Линда Лапинч, и именно Линда Лапинч, не Лапиня, а Лапинч, я о ней почитал, она сама из Сибири, но у нее латышские корни. А вот насколько сегодня латышские актеры, латвийские актеры востребованы в России, учитывая, что у вас как раз большой опыт работы? Ну, я так не сказал, что латышские артисты сильно востребованы. Да, я вот снимался недавно вместе в картине с Андрисом Кейшем, насколько я понял, он пользуется очень большим уважением со стороны, ну, людей, понимающих в российском кино. Он у Звягинцева играл, он очень хороший парень, и очень, ну, такой, мне кажется, один из самых крупных, скажем, личностей, ну, вместе с Алвисом Херманесом и всем Новым Рижским театром. Ну, я не вижу такого, как было, знаете, Адамайтис, Баньонис, там, тот же Наш Целинский, но это было такое уникальное явление, как я сейчас понимаю. После фильма «Особенно никто не хотел умирать» Желакявич, который открыл целое поколение. Сегодня нет такой команды, сегодня, если мы работаем здесь, в России, то по отдельности и индивидуально. И мало кому удается, понимаете, получается так, что больших, как бы, сюжетов страны Балтии не дают, ну, или их не снимают, ну, скажем, ну, трудно представить, чтобы Россия снимала бы, скажем, про «Латвийский легион» фильм или про «Лесных братьев», правильно? Соответственно, ну, это снимается в Риге. Ну, значит, большого отклика в России они не имеют, поскольку они здесь не показываются. Ну, а если Россия снимает, скажем, про немцев, ну, вот я сейчас буду играть немцы, 45-й год, в Калининграде будут съемки эти «Немецкий врач», 45-й год, декабрьское или октябрьское восстание, после того, как война проиграна, половина немцев, ну, большая половина выслана из Калининграда, из Кёнигсберга, вот, и оставшиеся немцы хотят устроить восстание для того, чтобы привлечь американцев и англичанов в помощь. Ну, это типичная ситуация, как и в Курляндии, скажем, 45-й год, да, надежда. Ну, вот, надежда не оправдывается, и мой герой там принимает решение все-таки сдать это восстание для того, чтобы спасти людей, чтобы они не шли бы. Лучше они попадут, скажем, там, в Сибирь, чем их расстреляют на поле боя. Ну, вот мой герой принимает такое решение. Ну, мне это близко, потому что там есть, что играть, это прямо вот трагедия, скажем, тех людей, которые проиграли войну, да, борясь за свой дом, скажем, ну, за свои идеалы. Ну, вот такой фильм вот сейчас Россия будет снимать, там есть, что играть. Но если нужно играть немца или там иностранца, ну, России иногда легче взять аутентичного, понимаете. Сейчас граница открыта, ну, единственное, если это сильно дорого или... Вот, а чтобы играть русских, латышам, все-таки мы немножко отличаемся. Значит, это тоже должны быть специфические, скажем, русские, да, или россияне, или советские люди. Поэтому, и я хочу сказать, что, к сожалению, вот массовое кино в России сейчас очень такое, мне кажется, идеологизировано. И надо попасть все-таки к большому режиссеру, ну, к тому же Звягинцеву или даже, на вскидку, не могу сказать, кому. Но там тоже есть свои люди, как Серебренников, да, или Серебряков, Алексей. Алексей Серебряков, да. Да, который в Канаде живет, который выражает, как бы, всю тоску и драматизм русского мужика. Вот. Ну, с другой стороны, есть вот на сетевых платформах, есть прекрасный сериал. Ну, они такие юмористические, саркастические, но они башку срывают на ура. А какой, кстати, последний? Я вот смотрел «Чики», последний сериал, который вот меня именно впечатлил. Не смотрели его с Горбачёва? Нет, не видел пока еще. Да, я смотрел это «Домашний арест». Да, «Домашний арест». Да, да, ну, шикарное кино. Да, шикарное кино и шикарные артисты. И кого ни возьми, образ просто, ну, муа. Вот. И новый, в хорошем ключе показаны сотрудники ФСБ, которые сидят в автобусе все время, следят за ними. И там маленький этот парень, который играет как бы главного из них, как бы, самого главного активного. Поэтому, ну, я надеюсь, я надеюсь, что все-таки, я свою какую-то даже миссию считаю, чтобы показать, ну, новое латвийское, скажем, там, кино, ну, стран Балтии и новое восточноевропейское кино в России. Мы должны об этом думать. И вот это, мне кажется, тот путь, который мы можем проходить, не ругаясь друг с другом, не уничижая, а наоборот. Ведь как меняются люди, когда они, те же латыши, которые побывали там в Сибири, у Байкала, не знаю, в Камчатку съездили. Или даже в Москву приехали. Вот двоюродная сестра была в Москве, понимаете. Но она в восторге, по большому счету. Так и россиянам надо показывать, что там ни одни звери живут, ни одни волки ходят в Риге по улицам. Ну, что касается выражения политической своей воли, может быть, или это не выражение политической воли. Ну, вот, в частности, вы упомянули домашний арест. И мне вспоминается наше интервью с Дмитрием Лысенковым, с одним из... ФСБшников, кстати. Да, как раз из ФСБшников он играет в этом сериале. И он в нашем эфире заявил, что жизнь в регионах России проклятие. Ну, была сказана им такая цитата, после чего она разошлась, и у него были определенные трудности, скажем так, после сказанного. Опять же, можно вспомнить вот недавний клип, если говорим о творческом сообществе, клип, где поучаствовали российские артисты, ну и белорусские в том числе. Его интерпретируют как клип в поддержку Александра Лукашенко, учитывая, что там звучат те слова, которые часто произносит белорусский президент, любимую не отдают. Ну, и так далее. Ну, жизнь в российской глупинке не сладкая. Вот я часто, когда езжу в Ригу на машине из Москвы в Ригу, я приезжаю в город Ржев. Там, где сейчас открыли памятник, вот как раз ржевским событиям. Лукашенко там был как раз и Путин, президент на открытии. Ну, там можно снимать войну сегодня. Там единственное, что надо попросить, когда местных жителей вы собираете на сцены массовых съемок, чтобы они ни в коем случае не принаряжались. Чтобы они приходили, особенно зимой, когда это происходит. Там стоит танк на пьедестале, но он ржавый. Там стоит какой-то на невообразимой площади памятник Ленина, но он такой гипсовый какой-то. Понимаете, ну, это грустное. Но это нашими глазами. Когда мы смотрим глазами, скажем, ну, европейского человека, да, который видел другое. Ну, а люди все-таки живут там и как-то они... Тяжело живут, тяжело живут. Ну, проклятие, да, проклятие. Кто может, вырывается. Вот вся Москва полна российской глубинкой. Ну, а что касается выражения в творческом сообществе своей какой-то политической позиции. Не знаю, можно ли интерпретировать этот клип. Не знаю, видели, во-первых, вы его или нет. Клип, где Баскопа участвовал и Киркоров, и другие исполнители. Можно ли его интерпретировать как выражение какой-то гражданской позиции в отношении того, что происходит в Беларуси, но он вызвал большой резонанс. Ну, и что касается в целом высказываний. Ну, я видел просто благодарность. Знаете, как Филипп Киркоров не хотел пока оказаться неблагодарным по соотношению к своему основному, я так думаю, спонсору и благодетелю, меценату Лукашенко. Потому что он же там все эти фестивали организовал, проводил, принимал участие. Какие-то белорусские певцы выступали на Евровидении, по-моему, продюсировал их Киркоров. Поэтому, ну давайте, ну какая тут гражданская позиция? Тут в максимально такой форме, как мы говорим, саурпути, через цветочки, да? Привет дорогому Александру Григорьевичу. Вот, и не знаю, а остальной набор, ну, Анита Цой и там Басков, ну, не знаю. Ну, я этого не понимаю. Как люди могут петь про любимое, не отдают в то время, как беременную любимую сбивают с ног и бьют дубинкой. Ну, вот в прошлой субботе как раз кадры были, как беременную женщину сбили с ног. Ну, потом, ладно, хорошо, он опомнился, как бы не избил насмерть ее, но просто помял. Ну, вот сделайте параллельный монтаж. Любимую не отдают и делайте параллельный монтаж с кадрами из Минска, где кто ее не отдает? Люди в масках, без опознавательных знаков. Женщины орут, кричат, спрятали своих двоих парней, чтобы их не убили, понимаете, на месте. Ну, это цинизм в крайней форме какой-то. Ну, давайте вспомним, ну, Ленни Рифенштал, скажем, это друг другое, конечно, совсем уровень и так далее. И это еще она после начала польской войны отреклась от всего этого, она отпряла. Ну, есть люди, которые, наверное, в самые ужасные ситуации находят возможность поцеловать в одно место из самых жутких убийц. Ну, знаете как, ей нравится, тебе не нравится, а мне нравится. Ну, цинизм, что я могу сказать? У нас звонок, еще примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Вы, конечно, интересный человек, для меня со знаком минус, но взгляды у нас могут быть разные. Но вот ваша фраза, вы сейчас говорили про кино, Калининград, значит, вы будете играть немецкого врача. И ваша фраза, кто проиграл войну, борясь за свои идеалы. Ну, вот хотя бы по этой фразе. Кто, вы считаете, проиграл войну, борясь за свои идеалы? О каких идеалах вы говорите? Да, спасибо. Как-то наехали на меня на пустом месте. Такое бывает у нас иногда. Ну, как идеалы. Ну, идеалы – это мой дом, моя земля. Там же был Коенигсберг. Люди, которые жили, их нет больше такой вообще. Мы не знаем больше таких... Такого народа больше нет, прусы. Ну, да, были третий балтийский народ, латыши, литовцы, прусы. Ну, прусов нет больше. Ну, наверное, получили за свой какой-то прусский милитаризм. Вот. Все возвращается обратно. За какие идеалы? Ну, за какие идеалы лесные братья погибали? Или группа Куреллеса, которая воевала в рядах легиона, потом повернула свои оружия против немцев, были расстреляны и преданы, и брошен в концлагерь Куреллес, а потом погиб, понимаете? Мы же говорим про человека, который находится на своем месте. Так же и за свой идеал белые русские погибли в свое время. За какие идеалы? За свои идеалы. Как они понимали свой мир? Понимаете? Нет абсолютного добра и абсолютного зла. Ведь Луна с одной стороны белая, а с другой темная. Dark side of the moon. Ну, вот интересно. Послушайте, Пинк Флойд, там все ответы есть. Эти темы же пытались даже в советском кинематографе осмыслить, но бы предпринимались попытки «Долгая дорога в Дюны». Там ведь, если я не ошибаюсь, впервые, хотя, может быть, покасательно, но поднималась тема и легионеров. Вот на ваш взгляд, все-таки эту тему смог кинематограф как-то попытаться осмыслить или все-таки нет? Ну, если говорить, первый был Желакевич все-таки. Никто не хотел умирать. И самое точное название «Никто не хотел умирать». А «Долгая дорога в Дюнах»? Ну, это такая, ну, сериал, да. Что-то удалось благодаря Рудневу, который писал сценарий, у которого были амбиции, который стал после Риги председателем экспорт, соэкспорт фильма и хотел... Понимаете, про страдания маленького народа или про, не знаю, ну, иногда может сказать только другой народ. Вот. Да, там есть эта тема, но она не раскрыта. Она очень... Сегодня я пересматривал, он очень красный фильм такой, пропагандистский. На самом деле. Там самые трогательные места. Это музыка Раймонда Пауса, это Лилита Озолани, это проходы по взморю. Артур, Артур. Да, и песня «Сверчка». Да, 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 «Сверчка», конечно. Нет, там показаны русские сибиряки, которые принимали у себя дома латышей, которые когда маленького ищут в сибирском лесу, который потерялся, и все ищут всем, как говорят, селом и кормят и так далее. Ну, правда и в том, что были, когда высланы вагоны, их же высылали 14 июня до войны, а пришли они в свои сибирские лагеря, места назначения, там еще и лагерей не было. Уже после начала войны, там, конец сентября, октябрь, вот их высадили в поле, а местных на Травиве сказали, вот эти фашисты, ради которых война началась. Вот это в фильме не показано, а показаны другие моменты. Ну, я благодарен и Строичу, и Рудневу, и Лилиту Озолани, и всем остальным, и Павлусу, Павлусу, он отца прекрасно сыграл, Эдвардс Павлус, вот, в том, что им хотя бы удалось коснуться этой темы. Нам ведь не нужно все рассказывать. Нам важно, чтобы был бы эмоциональный отклик. А Латвию до сих пор знают и помнят по этому фильму. Особенно мелодия, особенно музыка, конечно, когда играет музыка, просто все плачут. Но она такая, на мой взгляд, очень латвийская, вот эта, как же я играю. Да, как и весь, понимаете, она прекрасна, как Балтийское море, как Балтийский залив. Ведь вы ее не видите, и как весь пейзаж, там же нет высоких гор и глубоких ям, да. Самая высокая гора Гайзенч у нас, 300 метров. Вот эта сдержанность музыкальная, потому что, ну, это уже, мы переходим на такое пространство субъективного восприятия, но для меня вот самый латвийский, самый латышский композитор, в хорошем смысле, это Петерис Вацкс, потому что его вот эта музыка где-то с минимализмом, она, мне кажется, очень передает ощущение нашей страны. Не согласны с этим? Да, пожалуйста, соглашусь, да. Петерис Вацкс. Ну, сегодня, к сожалению, классическую музыку вообще мало знает и мало исполняет. Для меня самая такая, как бы выражающая душу нашего народа, это исполнение «Перконс» Даугала в Латвии Браунса песня. Да, знаю. Да, чуть-чуть раньше, и песня, конечно, Паулса и Петерс «Моя родина» Манайдзимтон, она тоже сильная, очень сильная, но самая такая, как говорят, чтобы вот, ну, без вопросов, это, конечно, да, «Даугав Саул Пэрконсман» «Пэрконсман стамс», да, «Ликтен слэмейс», да, «Гром». Ну, если покопаться, давайте посмотрим про спокойного латыша, ну, давайте на памятник «Свободы» посмотрим, там, если стоять лицом к памятнику, с левой стороны по сердцу у нас будет «Ладж Плейсис», это народный герой, который все-таки медведя разрывает, у которого отец человек, а мать медведица. Если посмотреть на ту сторону, которая на восток стоит, там самая динамичная группа, там три мужчины, которые разрывают цепи, это абсолютно цитата древнегреческого лаакона, который борется со змеями, который окутывает отца и сыновей, да, здесь стоит такой же человек. Так что про спокойность латышей я бы сильно поспорил бы. Ну что же, Андрис, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Спасибо вам за этот разговор. Актер, продюсер Андрис Лелайс был с нами на прямой связи сегодня в программе «Абонент доступен». Вам спасиба, Рига и Свеции, и висмельяки. Да, спасибо вам, всего доброго. До свидания.